Дорогие телезрители, добрый вечер. Я все еще, как и многие из вас, под впечатлением от финала юбилейного сезона. Три месяца прошло, а концовка финала до сих пор является предметом жарких дискуссий. За время зимней паузы мы получили немало писем, в которых одни телезрители разделяют точку зрения Аскерова, другие поддерживают ию Митривель. Кстати, тех, господин Аскеров, кто на стороне госпожи Митривеля, ради справедливости надо отметить, в разы больше. Я думаю, что... Господин Аскеров, самое время поставить точку в этом вопросе. Дорогие телезрители, у нас в клубе много ярких индивидуальностей. Мы по-разному можем оценивать одну и ту же ситуацию. Мнения часто могут не совпадать. Да и принципы у каждого свои. Я считаю, что это хорошо. Думаю, что и Ровшан, и Ия заслужили, чтобы мы с уважением относились к их пониманию, что такое хорошо и что такое плохо. В этом сезоне госпожа Митривель будет играть за команду Джалала Оруджева. Лично я очень рад, что и Ровшан, и Ия продолжат выступление в играх нашего клуба. Итак, сегодня состоится первая игра второго десятилетия нашего клуба. Конечно, напрашивается, что новая эпоха должна начаться с игры новой команды. Кстати, их у нас в этом году две. Но не все так просто. В сезоне 2017 года в играх клуба примут участие 8 команд. В этой таблице они расставлены согласно прошлогодним результатам. На счету каждый из команд на момент начала сезона 15 кредитов. Выбор играющей команды будет происходить посредством аукциона. Каждая из восьми игр первого полугодия закреплена за одной из команд клуба. Ну вот, например, сегодняшняя игра за командой Фарида Рзаева, занимающей восьмое место в рейтинге команд клуба. Вторая игра за командой Руслана Мирзалиева. Она на седьмой позиции рейтинга. Ну и так далее. Принцип ясен. Господин Рзаев, добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Фарид, сейчас ваши коллеги, капитаны клуба, определят стоимость сегодняшней игры. И вы решите, устроит она вашу команду или нет. Играть сегодня или уступить место за столом команде, предложившей максимальное количество кредитов. Согласно правилам сезона, торги начинает лидер рейтинга клуба. Господин Аскеров, на данный момент стоимость игры составляет один кредит. Вам слово. Ну, господин Аскеров, мне очень хочется, я согласен с вами, что новая эпоха должна начинаться с игры новой команды. И очень мне интересно было бы посмотреть на команду Руслана Мирзалиева. Я так понимаю, у них стартуются на один кредит. Да. Вот, ну, давайте начнем скромно. Четыре. Четыре. Господин Аруджев. Вы не хотите играть сегодня? Нет. Господина Мусаева в зале нет. Значит, его команда сегодня точно не сыграет. Поэтому спрошу у господина Неджефли, Анар. Мы тоже отказываемся играть сегодня. Госпожи Скендеровы мне подсказывают, тоже нет сегодня в зале. Значит, и они сегодня не играют. И господина Ализады тоже нет в зале. В зале. В зале? Момент, вы в зале. Вы играете сегодня? Пожалуй, нет. Нет. Господин Мирзалиев, еще один новичок, капитан. Руслан. Мы тоже отказываемся. Руслана, покажите. Наши операторы пока вас не знают. Руслан, вы отказываетесь. Мы тоже отказываемся. Господин Аскеров, ваша цена четыре кредита. Да. Не хотите повысить? Ну, пусть ответят кто-нибудь. Я так понял, что не очень много смелых капитанов. Они даже в полном составе не смогли прийти. Я считаю, что это вообще не уважение. Господин Аскеров, мы с вами об этом еще поговорим, обещаю. А можно я договорю? Вы все ли меня прерываете? Это немножко невежливо. Я считаю, что 17 игр в клубе можно было позволить себе и приехать. Моя команда приезжает из двух городов. И тем не менее, мы будем ходить и приезжать на все 17 игр. Браво. Моя ставка четыре кредита. Господин Рзаев. Если кто-нибудь здесь посмеет ответить, я послушаю дальше. Фарид. Уже не посмели. Фарид. Я так и ожидал. Господин Аскеров. Фарид. Да, господин. Вам предстоит принять первое серьезное капитанское решение в клубе. На самом деле, вот... Команда Равшана Аскерова готова сыграть сегодня за четыре кредита. Вы готовы рискнуть? Да, господин, ведущий, мы играем. Итак, сегодня против команды телезрителей... Господин Аскеров, какой второй круг, если другие капитаны отказались торговаться? Я вам предложил повысить ставку, вы отказались. Сегодня против команды телезрителей будет играть команда Фарида Рзаева. Сегодня играют студент Марк Гаузер. Студентка Мехребан Алиева. Координатор проектов Рауф Гасанов. Преподаватель Сеймур Агаев. Студентка Гюльдана Идая Атлиб. И капитан команды инженер Фарид Рзаев. Против новичков сегодня играют 14 телезрителей. Михаил Скипский, Санкт-Петербург. Аяс Керимов, Мюнхен. Михаил Самылин, Саратов. Три телезрителя в секторе Супер Бликс. Джавид Мамедов, Баку. Анастасия Амвросьева, Санкт-Петербург. Миргамид Сеидов, Баку. Алена Черная, Лубны. Мария Рыбачук, Брест. Вюсал Агаларов, Будапешт. Елена Адамович, Светловодск. И Туран Мурадбейли, Баку. Телезрители против знатоков. Первая отборочная игра сезона 2017 года. Играем до 6 очков. Счет у нас пока 0-0. И мы начинаем первый раунд. Зрительский интерес к играм, в которых выступают опытные команды, и к играм с участием новичков всегда разный. Это можно сравнить с премьерой спектакля, с участием звезд театра и с премьерой, в которой играют никому еще неизвестные, новоиспеченные выпускники театральных вузов. Но ведь известные актеры тоже когда-то были никому неизвестны. Это я к тому, дорогие телезрители, что, возможно, среди новичков, играющих сегодня, есть будущие кавалеры Ордена Савы. Так что не переключайтесь, чтобы потом у вас была возможность сказать, что я видел его или ее первую игру в клубе. Господин Рзаев, желаю вам и вашей труппе удачи сегодня. Спасибо, господин Идущий. Покажите так, чтобы я понимал. Господин Аскеров, я с вами еще пообщаюсь. Я вам обещаю. Баку, господин Аскеров, вы читали правила клуба? Я читал уже, господин Идущий. Итак, господин Рзаев должен был ответить. Мне Ровшана, покажите. Рзаев не должен отвечать. Прочитайте правила клуба. Перед следующими торгами, господин Аскеров, если вы на зубок не прочитаете мне правила, вы в них участвовать не будете. В первом раунде, господин Рзаев, против вас играет преподаватель Миргамид Сеидов из Баку. Фарид, скажите, какие качества необходимы для достижения успеха? Ну, нужно стремиться к этому успеху, в первую очередь стремление, я считаю. Вы так считаете? Да. Фарид, первая азербайджанская художница, Ваджия Самедова, училась в Москве в художественном институте имени Сурикова. Окружающие высоко ценили ее целеустремленность, отношение к делу и требовательность к себе. Внимание, вопрос. Какое прозвище дали Ваджие Самедовой однокурснике? Время. Стремление. Стремление. Какая-нибудь. Нет. Ваджия Самедова. А может, что-то с этим. Муравья, кто стремится, очень много работают. Ее не стремление, она упорная, целеустремленная. Слушайте, как, какое прозвище можно дать человеку за его целеустремленность? Окей, вот, поэй, вот, к намеченной цели. Что-то типа волчка-стелка, у которой есть это, но что-то такое. Что-то, что идет на таран? Ребята, она художница, с художницей что-то можно... Слушайте, может, что-то похожее по имени Ваджия? А где-то художественное, что-то. Сотографии, или что-то. Лупа, или что-то летит, что-то в мишель летит, стрела какая-нибудь. Ну почему художница, ребят, кисть? Что есть художница? Какая-то пуля, какая-то... Пуля выпущенная там. Сотографии, это нехорошо. Сотографии, это... Первая азербайджанская футболка. Ваджия Самедова. Ваджия Самедова. Ваджия Самедова. Нет, у нее там было три качества, три качества было. Итак, абсолютная тишина за столом и в зале. Фарид, кто отвечает? Господин ведущий, я попробую сам ответить на этот вопрос. Мы толком ничего дельного, по-моему, не придумали. Предположим, что это прозвище стрела. Она постоянно летит в цель, достигает ее, как правило. Поэтому стрела. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Фарид, однокурсники видели, насколько Ваджия Самедова требовательна к себе. Она буквально грызла себя, если что-то у нее не получалось так, как она этого хотела. Поэтому друзья дали ей прозвище, слегка переиначив ее фамилию. Самедова стала Самоедовой. Прозвище Самоедова. Один ночь в пользу команды телезрителей. Преподаватель Миргамид Сеидов из Баку заработал от Капиталбанка 100 монатов. Поздравляю вас, господин Сеидов. Интересы команды телезрителей, как и в прошлом году, будет защищать директор департамента маркетинга Капиталбанка Гюнель Фарзалива. Добрый вечер, госпожа Фарзалива. Добрый вечер. Год назад состоялся ваш дебют в качестве защитницы интересов телезрителей. Вот если бы у вас сегодняшний, с вашим опытом, была возможность вернуться на один год назад, что бы вы посоветовали самой себе, готовящейся к своему первому эфир? Ну, даже не знаю. Думаю, было все нормально. Я не сомневаюсь. То есть вы бы ничего не поменяли? Думаю, что нет. Интересы знатоков клуба в сезоне 2017 года будет защищать главный финансовый директор Геланхолдинга Фуат Керимов. Добро пожаловать в клуб, господин Керимов. Спасибо большое. Как вы думаете, Фуат, кто больше сегодня волнуется, вы или знатоки, чьи интересы вы защищаете? У них дебют, у вас дебют. Ну, за себя отвечу, я точно волнуюсь, но желаю удачи команде сегодня. Второй раунд. Фуат, вы у нас человек новый, поэтому я считаю своим долгом рассказать вам о том, кто ваши союзники и кто соперники. Вашим главным союзником, конечно же, являются наши старейшины. Господин Кадзев, добрый вечер. Ваши соперники, Фуат, это госпожа Фарзалиева и капитан команды телезрителей господин Исмайл Заде. Добрый вечер, Муршут. А вот господин Мамедов, хранитель традиций клуба, может выступить и в роли союзника, и в роли соперника. Это зависит от того, какая команда за столом. Если играет она Разимов, вы можете отдыхать, он сам все сделает. Супер Блиц, вам не везет, Фарид? Не везет. 1-0 в пользу команды телезрителей. Вам пора решить. Господин Рзаев, кто играет? Сеймур Агаев. Сеймур Агаев. Господин Агаев, 3 вопроса по 20 секунд размышления на каждый. Чтобы победить в этом раунде, вам нужно ответить на все 3 вопроса. Удачи вам. Вы готовы? Более-менее. Первый вопрос Супер Блица. Врач Мамедали Гулиев интересуется, что финны называют аптекой для бедняков. 20 секунд. Тишина в зале. Слушаю вас. Лес. Лес. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Лекарство в аптеке стоит денег. Бесплатно же вылечить любую болезнь. По мнению финнов, может сауна. Сауна в Финляндии была раньше в каждом доме. Счет 2-0 пользу команды телезрителей. Врач Мамедали Гулиев из Баку заработал 200 манатов от Капитал Банка и принес своей команде второе очко. 2-0. Уважаемые телезрители, главным украшением нашей игры являются ваши интересные вопросы. Присылайте письма на адрес АС-1000, абонентский ящик номер 5 или на электронный адрес sualatgame-tv.as. Вопросы также принимаются во всех филиалах Капитал Банка. Третий раунд. Господин Рызаев, я с удовольствием прочитал анкеты вашей команды. И у меня появилось несколько вопросов. Давайте с господина Гаузера начнем. Марк, вы написали, что в детстве мечтали стать знатоком. Да, это так. Ваша мечта сегодня сбывается, господин Гаузер. Это очень приятно, господин Гаузер. А главной целью Марка, господин хранитель традиции, ни много ни мало, с 2017... Налоговым инспектором. Нет, неналоговым инспектором. Он хочет в этом году победить в финале года. Представляете? Вот первая игра, первый сезон и сразу финал года. Похвально. Похвально, согласен. Саратов. Счет 2-0 в пользу команды телезрителей. И против вас, Фарид, играет Михаил Самылин, инженер из Саратов. Внимание, картины. Марк. Да, господин Гаузер. Перед вами картина современной российской художницы. Зовут ее Екатерина. Внимание, вопрос. А какая у нее фамилия? Время. Это котенка, что-то такое. Коты, и тут шесть их, ребят, шесть. Давайте на счет символизации. Это может быть, в форме чего-то, что они могут... Что-то символизировать. Зачем они попали? Слушайте, это не похоже на какие-нибудь картины известные, просто с котами? На Кешу похоже, нет? Нет, нет, они все разные. Они все разные, может быть, из ответа. Это не похоже на какие-то картины, которые известны, но они просто с котами. Допустим, подсолнухи там, Ван Гога. А, да, вовсе людей, скорее всего, зима. Знаешь, какая-то фамилия, где меняется что-то на кота? А, по-богу, может быть. Вот что-то на кота меняется. Да, 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 это что-то символизирует, а потом ты меняешь... Да, что-то на Котали, на Кошкина. Вот просто надо найти штуку. Нет, на снегу, на снегу. На чьи-то картины похожи? У кого есть на Кошкина? Ну, это похоже на Ван Гога. Они не похожи на Ван Гога. Да, это не похоже. Ребята, зачем их шесть? Шесть, что? Что они делали? Шесть, что они делали? Шесть, что они делали? Раз, два, три, один, два. Шесть, на таком, а что такое? Шесть каждому змею. Итак, тишина в зале, тишина за столом. Фарид, счет 2-0 в пользу команды телезрителей. Ваше решение. Вы отвечаете или берете помощь клуба? Господин ведущий, мне совершенно не нравится то, что мы придумали. Мы попросим помощь клуба. У клуба 20 секунд. Итак, тишина, Фарид. Было очень много интересных версий. Тишина в зале. В зале абсолютная тишина. Счет 2-0. Фарид, кто отвечает? Ну, мне, наверное, надо отвечать. Надо отвечать. Господин ведущий, давайте прислушаемся к мнению старейшин. Я отвечу, что это, они подтвердили нашу версию, пусть это фамилия Кошкина. Кошкина? Просто Кошкина. Да, тут шесть кошек. Одна убежала. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Фарид, а кто подтвердил вашу версию? Анар Казиев. Господин Казиев. Опытный знаток. Главные персонажи всех этих картин, господин Казиев, кошки. Фарид. Дочь руководителя театра кошек Юрия Куклачева Екатерина стала художницей и теперь на всех своих работах изображает кошек, с которыми связана жизнь и ее семьи. Фамилия ее Куклачева. Я эту версию услышал, господин Рзаев, а вы почему-то нет. Кто вам подсказывал Куклачева? Рашад Алиев. И Эльман Талыбов. Я слышал Рашаду. Рашад. Не, ну Казиев, конечно, серьезный, серьезный человек. Казиева надо слушать. Но не всегда. 3-0 в пользу команды телезрителей. Кавалер Ордена Савы, Эльман Талыбов. Один из лучших знатоков нашего клуба. Фарид. Говорит вам Куклачева. Правда, господин Казиев тоже кавалер Ордена Савы. Но он давно не играет. Понимаете, он на пенсии, он старейшина. Он вас запутал. Нет, господин ведущий, я думаю, не стоит валить на господина Казиева. Это не выбор капитана. Фарид 3-0 в пользу команды телезрителей. Но пусть вас это не пугает, Фарид. Это прекрасная возможность. Да, я сейчас скажу, что 300 монатов заработал Михаил Самылин. 300 монатов господину Самылину в Саратов мы отправим. Фарид, представьте, какая это возможность сейчас всех удивить. Знатоков клуба, телезрителей, команда в первой своей игре проигрывает 3-0. И вдруг вы сможете ответить на 6 вопросов подряд. Хотя Аскеров сомневается, это видно по выражению его лица. Еще станет 6-3 в вашу пользу. Вы уйдете отсюда героями, господин Розаев. Старайтесь. А пока музыкальная пауза. У нас сегодня в гостях Чойля Сафаралиева. Встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ушли от моря горы, Чарльзу удали. И лёг на берег гора, Охватился лифт. Он старый, вечно молод, Здесь на берегу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Четвертый раунд. Дорогие телезрители, приглашаю вас посетить страницу нашей передачи в социальной сети Facebook. Помимо обсуждения игр у вас будет возможность посмотреть видеоинтервью с героями нашей передачи. А еще сегодняшнюю игру можно обсудить на диспутас в разделе «Что, где, когда». Да, команда пока проигрывает. 3-0. Афарид улыбается. И правильно, господин Рзаев. Ничего еще не потеряно. Игра идет до 6 очков, господин ведущий. Постараемся отыграться. АПЛОДИСМЕНТЫ В БАКУ В этом раунде против вас, Фарид, играет программист Туран Мурат Бейли. Фарид, посмотрите на экран. Эта фотография была сделана 15 декабря 1964 года. На ней, господин Рзаев, вы можете видеть членов одной комиссии. Внимание, вопрос. Какое решение было принято в этот день? Время. Срочный ответ, господин ведущий. Кто отвечает? 0-3 надо рисковать, Сеймур Агаев. Да, господин Агаев. Это, значит, 64-й год. Члены комиссии здесь развешены на стенах флаги. Судя по всему, это кленовые листы, значит, флаг Канады. Разные варианты. А флаг Канады с кленовым листом был принят в 1165 году. Значит, это комиссия по выработке флага Канады. И решение было принято. Был принят современный флаг Канады. Браво, 3-1. Плюс одна дополнительная минута на обсуждение. Передай банку. Сеймур, вы догадались или знали об этом просто? Кленовые листья, что это еще может быть? Значит, догадались. Да. Внимание. Финальная игра 2017 года состоится 30 декабря. Если в этой игре победят знатоки, то лучший из них будет награжден орденом совы, изготовленным ювелирами известной французской компании «Артюс Бертран». Также лучшему знатоку достанется сертификат на сумму 2017 монатов от «Гелан Холдинга». Если победят телезрители, то автор лучшего вопроса финала будет награжден денежным призом в размере 2017 монатов от «Капитал Банка». Пятый раунд. Любимой книгой Сеймура является Улисс Джеймса Джойса. В детстве он мечтал стать дирижером. Сеймур, больше вы ни на один вопрос анкеты не дали конкретного ответа. Вы, случайно, не на дипломата учились, Сеймур? Нет, я учился на филолога, там тоже учат обтекаемо формулировкам. А почему дирижером? Нравилось, и это первое слово, которое произнес в своей жизни. Не мама, не папа, а дирижер, да? Да, дирижер. Светловодск. Счет 3-1, настроение улучшилось, одна дополнительная минута у вас есть, господин Розаев. Против вас играет пенсионерка Елена Адамович. Внимание, картина. Господин Агаев. Да. Вы видите произведение французского художника Жана Агюста Доминика Энгра. Внимание, вопрос. Кто сидит на троне и кто эти женщины в красном и в зеленом? Время. Кто сидит на троне и выбирает. Кто она? Почему красный, лавровый язык? Соломон может быть, это кто? И вот эти притчи, которые отделили ребенка. Красный и зеленый. Притч они разрубили его. Соломон, а женщины? Соломон – женщина, которая выбирает, чей ребенок? Притча такая была. В смысле они... Не, а женщины кто? Матери этого ребенка, которая уже встретит. У нее блядь? Это может быть тресно-два. Это Мика может быть она? Она с Крыльями, это может быть победа. На троне есть кто-то, кто выиграл две страны. Это какая-то известность. Это, наверное, выиграл. Где он мог принять? Где-то он выбирает ещё? Значит, он выбирает должен. Куриданов, во всём первого победы, он выбирает что-то. А кто они? Они кто-то. Это ещё что-то похожи. Тепальденыш, он и Завода Козы. Тогда нет, мера весов, что он забыл. Это знаменитый кардинальный жилье, допустим, красный и зелёный. Это что? Итак, абсолютная тишина в зале, тишина за игровым столом. Харид, счёт 3-1 в пользу команды телезрителей. Ваше решение. Господин ведущий, давайте на этот вопрос попробует ответить Рауф Гасанов. Рауф, я вас слушаю. Окей, мы считаем, что изображён Соломон, а вот эти женщины в красном и зелёном — это предполагаемые матери ребёнка, которого должны разделить и понять, кто же мать. А где ребёнок? Ну, ребёнка, может, скоро вынесут. Внимание! Правильный ответ. Господин Аскеров, вы претендовали на игру. Ваша команда придумала? Хотя нет, команда далеко от вас стоит. Вы придумали ответ? Следующий, когда мы будем играть, тогда я буду отвечать на эти вопросы. Понятно. Понятно. Господин Аджафли, а вы? Поинтересуй, но... Господин Гасанов, картина аллегорична. На фоне античное здание с колоннами — портик. Один из героев держит в руках лиру. Да и на свитке бумаги можно разглядеть буквы греческого алфавита. На троне сидит босой человек в простом хитоне, на которого крылатый гений надевает венок. Это кто? Гомер. Это Гомер. Теперь посмотрите на женщин. Возле той, что в красном, стоит меч в ножнах. Это Иллиада. Около женщины в зеленом стоит весло. Это Одиссея. В Иллиаде рассказывается о войне за трою, в Одиссеи о долгом морском пути Одиссея домой в Итаку. Красивый был вопрос, но, к сожалению, команда Фарида Рзаева не смогла придумать правильный ответ. Счет стал 4-1 в пользу команды телезрителей. И пенсионерка Елена Адамович из Светловодска заработала 400 монатов от Капиталбанка. 400 монатов. Шестой раунд. Фарид, Мехребан Алиева всю минуту говорила, что рядом с одной из женщин весло. Весло. Несколько раз повторила это слово. Причем здесь весло, говорила Мехребан. А вы ее не слушаете. Господин Гаузер. Вы слышали, что Мехребан предлагал? К сожалению, нет. Нет. К сожалению, нет. А вы сидите рядом с Мехребаном? Мехребан погромче. Хорошо. Санкт-Петербург. Собрались, ребята. Против вас играет двукратный обладатель хрустальной совы, известный знаток Михаил Скипский. Мехребан, вы бывали в Эстонии? К сожалению, нет. Посмотрите на экран. Внимание, вопрос. В каком учреждении города Тарту наш телезритель сделал этот снимок? Время. Бонус. Мы, в США, в США, в США, в США. Против февраля в Сидение. А почему зачеркнуто такое? От 10 до 15, что за счет. Это неисполовительное тебе, а то есть отрицательное. Зачеркнуто там что-то. Они в один день уже разные, они красные и синие. Они на выходные какие-либо. Может это ваши обмена и январь-февраль? Только с зимой работают. Ребят, красные и синие, почему? Что-то с холодом связано. Что у них вообще? Смотрите, 10, 11, 12 санкетов. Они были какие-нибудь или что-то типа того? Может игры какие-то у них? И февраль тоже? Толпе отдают какие-нибудь! Зачем это цветами выделено? Синяя и красная! Может это кинотеатр? А когда не приходит на? Почему только два этих зимних месяца? Зимние именно. Может это девочки, мальчики синие и черные куда не приходят? В школу я не знаю, куда не могут? Что-то с зимой связанное. Там баня... Итак, абсолютная тишина. Господин Аскеров, не мешайте. Счет 4-1. Тишина в зале. Фарид, ваше решение. Господин ведущий, вы можете, пожалуйста, повторить вопрос. Мы возьмем вторую минуту. Фарид, посмотрите на экран. Внимание, вопрос. В каком учреждении Тарту наш телезритель сделал этот снимок? Время. Звучит зима. А если он это лысел... Снимок это уже где-то есть знак готовы. На что это поможет? На кинотеатре? На кинотеатре? Готовы к учреждению могут быть? Очень понятно, что... Может быть это разделение какое-то? Красно и синее? Куда мы ходим с самого? Каникулы может быть. Что-то в это время не работали. Посещаем школу... А Сейси? А почему нет весной? А кто-нибудь казино? Не знаю, не может быть. Тарту? Почему у меня Эстония? Университеты срезались. А почему зашёл? Кто сдал, кто не сдал? В этот момент, правильно? Да. А почему зачёркнуты 10 от зимы? Что это означает тогда? Ну, 1 января, кто Сейси сдал? Может, это с армией связано? Новый год, праздники просто! Новогодние! Февраль. Университет нам правда. Университет нам правда. Он не стал... Итак. Феррит, кто отвечает? Марк Гаузер попробует ответить. Господин Гаузер, посмотрите на экран. Что вы видите? Расскажите нам. Я вижу синие и красные точки, которые стоят явно в клетках календаря. Угу. Синие и красные? Синие и красные. И что вам говорят эти цвета? Ну, как правило, этими цветами означают тепло и холод, или что-то противоположное, в принципе. Тепло и холод. Это ваш ответ. И в каком учреждении сделал этот снимок Михаил Скипский? Ну, может быть, допустим, предположим, что это котельная. Господин Скипский решил приехать в Тарту, сходить в котельную и сделать там снимок. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Господин Аркадашвили, команда проигрывает со счетом 4-1, а вы смеетесь. Это некрасиво. Слишком долго вы общаетесь с Ровшаном. Слишком много. Я его смешу просто. Господин Гаузер, хотя не к вам вопрос. Вопрос капитан. А кто говорил о том, что эти цвета могут обозначать мальчиков, девочек? Кто говорил? Гюля говорил, Рауф говорил. Ну, сделайте еще один ход без меня. Мальчики, девочки, школа, университет. Вот такого-то числа столько мальчиков и столько-то девочек. Где это все происходит? В родильном доме. Синим цветом отмечают новорожденных мальчиков, красным цветом девочек. Одна из синих точек 7 февраля – это сын Михаила Скипского. От имени всего нашего клуба поздравляем Михаила с прибавлением в семье. Счет стал 5-1 в пользу команды телезрителей. 500 монатов заработал известный знаток и двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский. 500 монатов от «Капиталбанка». Господин Керимов. Фуар. Как вы можете объяснить игру команды? Почему у них не получается? Ну, клуб всякое видел. Я уверен, что у них все еще есть шанс. Еще есть одно очко и даже больше, я надеюсь, они сыграют. Так что, я думаю, что нужно просто расслабиться и почувствовать. Я уверен, что на тренировках они замечательно играли и нужно так же и расположиться. Я вам больше скажу. Во время отборочного тура каждый из них был просто великолепен. Именно поэтому они сегодня за игровым столом. Фиорит. Вам вполне по силам отвечать на эти вопросы. У вас хорошая команда. Надо поверить в себя. Я объявляю паузу фельварок. Соки и нектары фельварок созданы из лучших фруктов и ягод. Соки фельварок дарят радость, здоровье и чудесный вкус. Утоляйте жажду с пользой, господа. Соки фельварок. Вкус вашего дня. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 5-1 в пользу команды телезрителей, и мы начинаем седьмой раунд. Гюльдана, а вы как считаете, почему у команды не получается сегодня? Наверное, мы волнуемся, не знаю. Да, ну пора бы уже справиться с волнением. Я тоже так думаю. Седьмой раунд уже, да? А вам опытные знатоки, их реакция в зале на вашу игру не мешает, Мехребан? Нет, честно говоря, нет. Мешает только то, что у меня в голове. А что у вас в голове? Ну, наверное, все-таки волнение. Мюнхер. Против вас в этом раунде играет врач Айас Керимов. Мехребан. Вы умеете считать в уме? Ну, немного. Немного. А кто умеет? Марк? Ну, не слишком-то хорошо. Только простая айфметика. Попробуем? Давайте. Сколько будет 46 плюс 13? 59. 59, верно. А 46 минус 13? 33. 33. Марк. Психологи Болонского университета провели эксперимент. Оказалось, что в одном случае его участникам легче давалось сложение. В другом – вычитание. Ученые объяснили это невольным настроем на сложение или вычитание уже в начале эксперимента. Внимание, вопрос. А где находились участники эксперимента? Время. Где находились? Ресторан, магазин? А, кстати, вот в магазине… А, может, по разной стороны прилавка? А, по разной стороны прилавка или, наоборот, официант, ресторан, заказа. Официант не сам плюсует все это, у него на чеке все это готовое. Ну, а вы думаете, ресторан или прилавок? А как отсекать? Люди там никто сам не прибавляет, не вычитает же. Все начинят, да? Что, где? Тогда непонятно. Где? Не останавливайтесь. Это в магазине, продается на кассе или где-нибудь еще. В ресторан. Итак, тишина в зале и за столом. Фарид, кто отвечает на этот вопрос? Счет 5-1, господин Рза. 5-1. А вы друг друга не слышите, к сожалению. Кто отвечает? Мы пытаемся. Сеймур Агаев попробует. Итак, Сеймур. Предположим, что этот процесс это покупки в магазине. И те, кто находится по сторону прилавка, где продавец, они настроены на сложение. Потому что деньги приходят. А те, кто по ту сторону прилавка, где покупатель, настроены, соответственно, на вычитание. Потому что у них деньги уходят. То есть находились они в магазине. В магазине вы считаете. Внимание, правильный ответ. Рауф. Да. Вы предложили верное направление. Что вы говорили в самом начале минуты? Не помните? Не помню. Вы сказали, что они находятся где-то, где есть только два направления. Вот только два направления есть. Наверх и вниз. Участники эксперимента находились в лифте. Господин Аскеров, игра уже закончилась. Вы придумали ответ на этот вопрос? Да. И что? Нам это даст кто-то? Сегодня нет. Счет 6-1 в пользу команды, увы, в пользу команды телезрителей. АПЛОДИСМЕНТЫ Врач Аяс Керимов из Мюнхена заработал 600 монатов от Капиталбанка. Команда Фарида Рзаева терпит поражение в первой отборочной игре сезона. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МИРГАМИТ ТЕИДОВ Вопрос об АДЖИЕ САМЕДОВАЙ МАМИДАЛИ ГУЛИ Вопрос о ФИНСКОЙ САУНЕ Михаил САМЫЛИН Вопрос о картинах Екатерины Куклачевой. Вот на этот вопрос нужно было отвечать. Елена Адамович Вопрос об Ильяде и Одисее. Красивый был вопрос. Михаил Скипский. Вопрос о фотографии из роддома. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и последнее победное очко в копилку своей команды принес Аяс Керимов. Вопрос об эксперименте с числами. АПЛОДИСМЕНТЫ Со сложением и вычитанием. АПЛОДИСМЕНТЫ Госпожа Фарзалиева, Гюнель Ханум, я хочу вас поздравить. Вы, наверное, сегодня единственный человек в зале, кто рад такому результату. Хотя нет, вы и Аскеров. Гюнель Ханум, скажите, вам вопросы понравились? Да, вопросы были интересные. Как вы думаете, почему команда проиграла? Думаю, ребятам не хватило немножко опыта и, как бы, ну, закалки, что ли. И, может быть, собранности, потому что на некоторые вопросы они, наверное, могли бы ответить все-таки. Гюнель Ханум, назовите автора лучшего вопроса сегодняшней игры. Ну, я думаю, я соглашусь с вами по поводу красивого вопроса Елены Адамовича. Вопрос об Элиаде и Одиссеи. Да. Прекрасный выбор. Спасибо. И госпожа Адамович получает плюс к своему выигрышу еще 200 монатов от Капиталбанка. Я прав? Да. Итого 600 монатов достаются Елене Адамович из Светловодска. Господин Керимов, скажите, 6-1. Это неприятный счет, конечно. Неприятный. Это начало. Я уверен, что у команды все очень впереди. А вы считаете, в чем проблема? Я думаю, проблем нет. Это игра. Порой проигрываешь, порой выигрываешь. Я уверен, что в будущем команда держит нераз побед и будет смешно вспоминать начало. Но первым блинкомом, так что все нормально, я думаю. Итак, кто сегодня был лучшим за столом? Кому достанется приз от Гелан Холдинга? Я думаю, что команда, конечно, боролась. Были жаркие дискуссии. Но я бы хотел отметить Сеймура Агаева как одного из лучших игроков. Довольно-таки ярко выступил. Но, безусловно, команда замечательно сыграла. Сегодня от Гелан Холдинга лучший игрок получает сертификат в отель Туфандах и ужин на двоих стейкхаузе отеля. Поздравляю вас, господин Агаев. Еще один приз ждет вас от наших партнеров ТЭС Пресс. Вы получаете серию книг о мировых войнах на азербайджанском языке. Господин Фараджулаев, Джангер, я знаю, что вы тренировали эту команду. Вы их знаете лучше, чем все мы телезрители. Что случилось с командой? Объясните. Это первая игра. Просто нервы. Не справились. Вот и все. Я думаю, что все будет нормально. Вторая, третья игра пройдет. А вы разве им не говорили, как сложно будет во время первой игры в клубе? Пока не попробуешь, не сядешь, реально не поймешь, что вам происходит. Господин Рзаев, сегодняшняя игра стоила 4 кредита. Вы проиграли, и теперь на вашем счету осталось 11 кредитов. Впереди еще 15 отборочных игр, Фарид. Я думаю, что вы еще сможете сыграть в этом году. Конечно, не могу сказать, не расстраивайтесь. Нет, расстраивайтесь. Сегодня, завтра, еще недельку. Можно будет попереживать, а потом надо будет просто забыть о сегодняшней игре. Фарид? Да, господин ведущий, мы постараемся поработать над собой и выиграть в следующей игре. Ну а теперь самое время определиться с тем, кто будет играть через неделю. Итак, вторая игра сезона закреплена за командой Руслана Мерзалиева. Это означает, что выбор играть или уступить игру команде, которая предложит наибольшее количество кредитов, предстоит решить самому Руслану, господин Аскеров. Итак, согласно правилам сезона, после первого же поражения знатоков, торги начинает команда, которая замыкает кредитный рейтинг. Фарид, начнем с вас. Три кредита, господин ведущий. Господин Аскеров. Несерьезно. А, господин ведущий, можно уточнить? Можно. А если сейчас все остальные ожидаемо промолчат, будет второй групп? Будет. Да, потому что Фарид уже назвал цену. Если и вы назовете, то будем торговаться до победного конца. Пять. Пять. Интересно. Джалал. Я пас. Господин Фараджулаев. Господин ведущий, дебют команды не будем портить. Ох, господин Фараджулаев, если бы все так думали, как вы. Да, один шесть, чего уж портить. Господин Неджахли. Пас. Тоже пас. Гюнель Бабаева, представительница команды Нармины Скендеровой. Отказывайтесь играть через неделю. Господин Ализаде. Я с большим удовольствием посмотрел бы на игру Руслана Мирзалейна и его команда. Отказывайтесь. Господин Рзаев, Аскеров предложил пять кредитов. Вам слово. Как один из непрогадающего. Господин ведущий, счет 1-6. Я думаю, нам еще надо с командой провести определенный разбор полетов и понять, что нам изменить в своей игре. Поэтому мы, скорее всего, не будем претендовать на игру команды Руслана Мирзалейна. Пас. Ровшан. Господин Аскеров. Господин Аскеров. Господин Аскеров. У меня же не будет права ответить на слова Нармины. Да, не будет. Ровшан, не тяните время. Ваша цена пять кредитов. Хотите увеличить? Да, можно. Сколько? Семь. Семь кредитов. Господин Мирзалиев, вам слово. Мы очень долго сюда шли, поэтому из Аскерова не собираемся отказываться. Уважаемые телезрители, ровно через неделю будет играть смелый Руслан Мирзалиев и его команда. Цена игры семь кредитов. Господин Рзаев, эта игра окончена. Спасибо вам за игру. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова